Здравствуйте! На канале собралось огромное количество вопросов, по мере возможностей я постараюсь на все вопросы ваши ответить. Начнем с самого популярного вопроса. Действительно ли неправильные тренировки могут быть причиной сахарного диабета в будущем? Да, это так. Что мы видим на современном этапе? Все спортсмены стараются очень активно сжечь все свои жиры. При этом большая половина из них находится на диете с минимальным количеством углеводов, либо с отсутствием их вообще. Как известно давным-давно источником энергии для мышцы служат глюкоза, углеводы в момент, когда организм находится в активном бодрствовании. Когда наш организм отдыхает, спит, источником энергии для мышцы служат липиды и жиры. Кто контролирует вот это переключение? Контролирует HDAC3. Давным-давно уже известно, что низкий уровень углеводов в организме, низкий уровень HDAC3, устойчивость к инсулину, это высокий риск сахарного диабета. Что могу вам посоветовать? Не доверяйте свое здоровье кому попало. У нас есть хорошие специалисты, это врачи-диетологи. Если вы действительно хотите добиться отличных результатов при всем том, чтобы не потерять свое здоровье и не навредить ему, обращайтесь к ним. Я надеюсь это видео было вам полезно. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях. Ребят, чтобы это было стимулом для вас тренироваться правильно, я решил разыграть трубчатый испантер. Ниже под видео кратко распишите свои нагрузки, свою диету и тот вариант, который устроит нас, будет самым правильным и самым подходящим, окажется победителем. Всем спасибо, всем пока.